Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши читатели, дорогие наши слушатели. Спасибо, что смотрите наши рубрики. Ставьте, пожалуйста, лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте своим знакомым, друзьям нашу рубрику, вашим знакомым. Кому вы читаете, что эти советы будут полезными, кому они могли бы помочь. Я хочу разговаривать с вами о том, как воспитать миллионера. Меня часто задают вопрос. Я так помню, что среди вообще многих тренеров, это одна из моих сильных стран, что мне удалось вырасти 30 долларов миллионера из 294 человека, которые индивидуально у меня учатся, и мне удалось воспитать и вырасти 30 долларов миллионера. Кого можно назвать долларовым миллионером? Я говорю, это 30 человек, которые у меня дошли до уровня миллионера. Какие результаты у них? Кто-то из, часть из них, то есть в год получают более миллион долларов чистеприбыла с минусами, все его налоги, расходы и так далее, то, что у вас остается. Это одна категория из них. Второй категория из них, это те ребята, которые дошли до миллион долларов оборота, но у них чистеприбыль составляет 300-400 тысяч долларов в год, но обороты уже дошли до миллиона. Я знаю, что если они будут продолжать по этой моей формулы, еще через 2-3 года они дойдут до чистой прибыли в миллион. А третья категория, это те ребята, которые занимались просто где-то в другом месте, работали, но инвестировали в недвижимость, и стоимость их активов уже вышла за пределе миллиона. То есть, если они эти активы продают, могут заработать миллион 200 или миллион 400 тысяч или полтора миллиона. Вот так. Поэтому в общем случае я почитал все три категории людей, их 30 человек. И теперь, как воспитать и вырастить миллионера? Как я это делаю? Самая первая вещь, что я понял, я всех людей одинаково обучал. В самом начале я обучал всех одинаково, а потом я понял, что некоторые люди, они не отдают отдачу. То есть, я на них вкладываю огромные усилия, я в них вкладываю свою жизнь, свой труд и так далее. А они это даже не ценят. Они думают, что если я деньги платил, значит Давлатов обязан так делать и так далее. А в реальности ничего сами не делают, сами не стараются. А учеба это двухсторонний труд, это взаимный труд. Понимаете, это когда наставник обучает, ученик должен делать. Если наставник говорил, а ученик не делает, ничего не будет. За тебя же наставник не пойдет, чтобы делать этого. Поэтому очень важно, чтобы что говорит наставник, ученик делал. Итоги, как это произошло? Я начал внимательно посмотреть, я работал всем одинаково, вкладывал огромные усилия, труд. Годы идут, а результаты небольшие. Я думал, что это такое, в конце концов. Потом я понял, я прочитал книги Конфуция. Конфуция говорит, что обучает только того ученика, который, если ты показываешь ему или рассказываешь про одного угла комнаты, остальные три угля сам додумывает. Я думал, ух ты. То есть моя задача про одну стену, если я ему расскажу, остальные три стены, он сам должен додумываться. Я так додумал, мне надо сортировать. Поэтому первый шаг, который я выбрал, это выбор ученика. То есть среди них всех я выбрал 10%, 10% те, которые готовы работать больше других, готовы трудиться, которые стараются, стараются, которые реально могут верить в то, что они делают. То есть этот парень, от него можно готовить чемпиона. У него есть жилька чемпиона. Я первый шаг, что делал, я выбрал правильных учеников. Я просто перестал дальше вкладывать одинаковые усилия всем. Я просто смотрел, кто из них реально вкладывает усилия, то есть усиливает сильного. Первый шаг, который я использовал для того, чтобы вырастить миллионера, я просто выбрал правильных учеников. Вторая вещь, я попробовал в их выкладывать в их голове мышление миллионера. То есть большинство людей мыслит ограниченно. Может быть у него талант есть, может быть у него образование есть, может быть он умный парень, но он мыслит очень слишком ограниченно. Потому что у него раньше никогда не было такие результаты. Он раньше зарабатывал в год 50 тысяч долларов или 70 тысяч долларов. А вдруг появится кто-то как Довлатов, который говорит, ты можешь 2 миллиона заработать в год. Конечно для него это шок. Вокруг него друзья, знакомые, никто не зарабатывает такие деньги. Или если кто-то зарабатывает, только по телевизору он его видел. Или вообще может быть издалека видит со стороны в городе и так далее. Но он сам не уверен, что у него это получится. Второй шаг, что я научился делать, я хороший специалист по человеку. Я начал вкладывать в голове своих учеников воспитание мышления миллионера. А что такое мышление миллионера? Это человек, который видит в один доллар миллион возможностей. Это человек, который смотрит на океан, прямо вот в океан смотрит и понимает, что этот океан состоит от маленькой капельки воды. То есть умение большого разделить на маленького и понять, как последовательно можно все сделать. Или смотрит в лес и понимает, что это лес состоит из единицы дерева, который с годами формировалась эта лес. То есть мышление миллионер это такое, он понимает, что один доллар способен стать 10 долларов, 10 способен стать тысячи долларов, тысячи долларов способен миллион долларов. То есть от маленького к большого или от большого к маленького умение видит. Когда это способности у них формируется, они проходят по базару или по рынку, или по городу, они сразу видят, как Кока-Кола зарабатывает деньги, как Макдональд стал миллиардным компанией, или как там Адидас зарабатывает, или как там Мерседес зарабатывает. То есть вы видите скретый успех других успешных компаний, вы видите скретый успех других богатых людей, потому что у вас формируется мышление миллионера. И моя задача именно в этом вкладывать в их усилии. Это похоже, что у спортсменов есть талант стать чемпионом, но он без тренера не станет. Найдите одного чемпиона в спорте, который без тренера смог этим стать. Почти не существует. Вообще не существует. Не то, что даже почти. Я в мире не видел ни в одном виде спорта, чтобы человек стал чемпионом без тренера. А почему? На место его тренер пойдет тренируется? Нет. На место найдет тренер пойдет выступает на соревнования? Нет. Но тренер работает с его сознанием. А мышцы накачает сам спортсмен. Но тренер работает с его сознанием. Я делаю эту работу. Я вкладываю в голове своего ученика, воспитываю, расширяю, формирую мышление миллионера. Это второй шаг, который я делаю. Третий шаг, который я делал для того, чтобы эти, скажем, мои ученики могли стать миллионером. Я выбрал среди них того ученика, у которого я вижу, что у него есть растущие идеи. И он понимает, очень важно, чтобы и его идея, она была растущим рынке. Если он занимается бизнесом, который уже в дальний момент идет спад рынка или идет просто стабильно, удерживается и так далее. От него миллионерам делать трудно. Очень трудно. Поэтому я начал хорошо понимать, как можно заработать миллион. Поскольку я сам миллионер, поскольку я сам это сделал и не один раз сделал, я очень хорошо понимаю. Вот передо мной стоят 50 человек, я сразу вижу, что среди них 7, 8 или 10 есть те, которые его деятельность, его деятельность можно довести до миллиона долларов прибыла. Потому что это растущий рынок. Очень важно растущий рынок. Если вы анализируете жизнь всех миллионеров и миллиардеров, вы видите, они все попали в растущий рынок. Ни один из них в спад рынка не сделал миллион. Ни один из них. Посмотрите, Макдональдс построили миллионные компании только потому, что растущий рынок фастфудов был в тот момент. Посмотрите всех. Евросет, Чичваркин сделал миллионную компанию. Именно потому, что в тот момент массовый народ начали покупать сотовые телефоны. Алибаба, Джекма сделал миллионную компанию, миллиардную компанию. Благодаря чего? Растущий рынок. Именно в тот момент все мелькие производители Китая хотели продавать свой продукт за пределами Китая. Он смог построить площадку, где люди могли продажи организовать. То есть растущий рынок. Именно развитие экономики Китая связано с Алибаба. Посмотрите, любой, посмотрите, любой бизнесмен, который заработал миллионы или миллиарды и так далее. И вы это увидите, вы сразу поймете. Стив Джобс, компания Apple. Именно рост технологий, рост интернет, Microsoft, рост интернет потребностей и так далее. Компьютер и так далее. Facebook или Google или не знаю. Любой, любой из них, которые известны. Вот смотрите, они все попали в растущий рынок. Это третья вещь, к которой я внимание обращаю. Я смотрю на ученика, если он занимается растущий рынок, я поддерживаю его, чтобы он развивался. А если я вижу, что у него талант есть, способностей, но он занимается не тем делом. Я аккуратно позову, говорю, послушай, дорогой мой, может быть, и попробуешь другую? И я ему дам какую-то идею, которую я вижу, что он растущий рынок. И он начнет заниматься этим. Четвертое. Тогда я возьму и начинаю анализировать, упаковать его бизнес, помогаю его упаковать и готовлю к масштабированию. То есть можно заработать миллион, если ваш бизнес можно масштабировать. А если невозможно масштабировать, вы не станете миллионером. Это невозможно. Поэтому я помогаю ученику разработать механизмы масштабирования. То есть формула 20x, 30x, 100x. Что это означает? Это десятикратное увлечение, стократное увлечение. То есть масштабировать так. Если у него себя вижу, что один магазин я помогу сделать десять, если десять, помогу сделать двадцать. То есть разработаем механизмы, которые он может это сделать. Помогая ему. И моя сильная сторона, я сильный стратег. Вообще жизни мне пришлось постоянно бороться за свою реальность, за свое будущее. И всегда не хватало ресурсов, всегда не хватало связи, не хватало деньги, где-то не хватало авторитета. И мне пришлось всегда бороться, чтобы создавать эти ресурсы для себя, находить их. Поэтому а что такое? Кто такой стратег? Это тот, который может от точки А до точки Б привести компанию, независимо от дальнего момента, компания в каком положении находится. И главное, чтобы он изменяет состояние компании и помогает компанию в долгосрочном периоде или в короткосрочном периоде достигать цель компании. Я стал стратегом, потому что жизнь, все годы моей жизни бросала меня в разных ситуациях. Поэтому я четвертый шаг, внимательно изучаю бизнес своего ученика и смотрю, можно ли его масштабировать. А если это возможно, я помогу его масштабировать. Пятая вещь чаще всего сталкивается, что у моего ученика не хватает ресурсов. Не хватает ресурсов, где-то не хватает нормальных кадров, где-то не хватает технологий, где-то не хватает инвестиций. И я помогаю им. Я помогаю им с этими ресурсами. То есть помогаю либо связывать с нужными людьми, потому что я уверен, что бизнес правильный и мой ученик нормальный, он обучен и так далее. Если я вижу, что он реально учится, я помогаю ему. Потому что человек, который учится, его можно поддерживать, он все равно могут развиваться и так далее. То есть в моменте нехватки ресурсов большинство моих учеников используют мои связи, мои авторитеты и так далее. И поэтому они находят инвестиции, партнерство и так далее, и намного быстрее двигаются. И шестой вещь, соответственно, я его научу, как создать сильную команду. Как создать сильную команду, чтобы это все было. До этого он работал в одиночке, и у него было мышление «Одиночный волк». А это время ушло. Вы не можете создать миллионную компанию в одиночестве. Это невозможно. Самое главное, чтобы человек признавал, что ты в одиночке не стоишь миллион, какой бы ты сильный не был. Вы знаете, я играю в шахматы. Я играю в шахматы, я люблю шахматы. Я сегодня даже привел сюда свой шахмат. Я ищу учителя, чтобы давал мне профессиональные уроки сейчас в шахматы. А почему? Я люблю шахматы. А вы знаете, почему? Потому что в этой игре есть вся суть жизни человека. Я играю в шахмат, я кое-что заметил. Независимо от того, какой бы вы суперфигура не были на поле, какой бы вы крутой фигура не были на поле, если у вас за спиной нет защиты, вас тут же начнет сесть. Вас очень быстро уберут. Поэтому я создал площадку для своих учеников, чтобы у них была возможность быть опорой друг к другу. Это другими вещами, седьмой вещь, которую я делал, или шестой, не знаю по цифрам, может быть я ошибаюсь, шестой или седьмой получается, это поддерживающая среда. Это поддерживающая среда, что любой из них знает, что в этой среде он найдет себе нужного партнера, и даже когда в жизни у него не получается, он может прийти здесь, по крайней мере в эту среду, получать советы. По крайней мере он получит советы, связи, нетворкинг, отношения и так далее. И это очень много стоит, вы понимаете? Вы должны понять, вы в одиночке никогда не стоите миллион. Миллионы строятся или создаются благодаря сильная команда, хороший наставник, бизнес-партнерство и так далее. Вот так это строится в миллионе. Поэтому мои ученики понимают, что можно иметь маленький бизнес, сто процент твой и все свои проблемы твои. И иметь большой кусок, то есть сто процент доли от маленького неприбыльного бизнеса, это никому не нужен. Или лучше иметь двадцать процент или тридцать процент от крупного прибыльного бизнеса. Мои ученики это понимают. Для этого нужно мышление миллионера. Умение работать с партнерами, умение работать с другими людьми, умение масштабировать бизнес, развивать и так далее. Для этого нужно учиться. Я беру учебу на индивидуальное обучение три года. Почему три года? Потому что за меньшее время человек не изменяет свое мышление. Невозможно изменить человека. Вы знаете, образование получать можете. Вы можете в вуз пойти получать образование в другом месте. А изменить характер, изменить точку зрения, свои привычки, стиль жизни. Это нереально. Меньше трех лет. Вы слышали сказка «Тысяча и одна ночи»? На самом деле это не сказка. Это есть метод обучения, который мудрецы использовали для воспитания своих учеников, но они его преподнесли как в виде сказка. Вообще в Востоке всегда духовное воспитание происходит именно таким образом. Через вуали, через притчи, через рассказы. А ты иди голову ломай и теперь задумайся, как это в своей жизни использовать. Вот. Поэтому, что делала Шахразада? Если вы посмотрите вот это «Тысяча и одна ночь», «Тысяча и одна ночь» это ровно три года. А что делала Шахразада? Каждую ночь использовала стратегию «Капелька вода». Каждую ночь она рассказывала одну историю. И таким образом постепенно, 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 вот негативного Шаха, его мышление она изменила. И только в конце концов он стал другим человеком. Поэтому больше трех лет я верю, что человек способен измениться или реализовать, раскрыть себе тот талант, который Богом дано. Меньше я просто не верю. Поэтому и следующая вещь, седьмой. Мои ученики, которые станут миллионером, это те, которые каждый месяц со мной встречаются. Особенно первый год. Стабильно надо со мной встречаться каждый месяц, не пропуская ни одного урока. Если каждый месяц со мной встречается человек в протяжении первый год, второго года хотя бы каждый квартал и так далее в протяжении три года. Да ничего, ладно, значит, он станет миллионером. Если он, конечно, будет соблюдать все мои советы. Помните, учеба это взаимные усилия. И к тому же надо понимать, что, знаете, есть такая миф, такая ложь, в которой люди говорят, если Бог не дал тебе ничего не будет. Правда, богатство Господь дает. Это правда. Это так. Но Господь, Он шедрый. И Господь очень милиственный. И Господь, Аллах, Он очень активно участвует в ваше развитии. Вы понимаете, о чем я рассказываю? Он везде говорит, что ты просите, и вам будет дано. Он везде говорит, что кто соблюдает мои правила, и то и получает. Так что это лозунг неудачников, когда говорят, ой, Бог мне не давал, ой, если Бог не дал, ничего не будет. Ты просто что-то делай, ты создай причину, создай. Аллах всегда дал. Раз ты живой, раз у тебя руки сели, глаза видят, уши слышат, и тебе Аллах уже давал. Аллах тебе деньги не принесет домой, понимаешь? Он тебе дает возможности быть богатым. Он тебе дает возможности быть умным, возможности быть образованным, возможности быть богатым или счастливым. Он домой не принесет, он тебе не Дед Мороз, чтобы домой принес там на мышок там подарки и так далее. Нет, ты действия совершаешь, ты создаешь причину, понимаешь? А тогда Господь дает обязательном порядке. Я верю, что все, что обещал Господь в священниках воистине правда. Я верю в мылестине Бога, я верю в его щедрости, и очень сильно верю, что в мои развития для достижения моей цели, он всегда мне помогает. Я в этом верю. Поэтому я могу вам рекомендовать то, что я могу верить, то, что я делаю. Попробуйте делать, и вы увидите, что Господь вам тоже даст и любому дает. Так что, если вы убедились себе, что Господь вам не дает, извини, это твой выбор. А я убедил себе, что я любимчик Бога. А я убедил себя, что каждый, кто образование получает, он обновляется. Когда вы учитесь, вы обновляетесь. А когда вы обновляетесь, вы приближаетесь к Богу. И со временем вы становитесь могущественным. Потому что Господь благословит тех, кто действительно постоянно учится беспрерывно и честным путем трудится. Работайте, чтобы стать миллионером. И ставьте это для себя цель. Если вы на самом деле хотите, ставьте, сделайте это для себя цель. И Аллах даст, и вы становитесь миллионером. Любая цель реальна. Поверьте, в любой цель, она достижима, она реальная. Все, Лао Сези, 6 тысяч лет до нашей эры, он сказал так, что любое, он сказал, все, что мыслимо, осуществимо. То есть, если об этом можно думать, значит, это можно реализовать. Люди могли в космос подниматься, вы понимаете? Человек, сидя на земле, смог измерять расстояние до Луни. Человек, сидя на земле, смог измерять, понимаете, температуру в Солнце. О чем ты говоришь? Ты говоришь, что миллион на земле. И ты говоришь, что не получается. Извини, дорогой мой, значит, это ты такой выбор сделал. Благодаря способности думать, человек до космоса добрался. Он мог измерять все расстояние земного шара. Это чудо просто. Вот оно чудо. Чудо в том, что нам дано способности, которые просто несказуемы. Это раньше предки наши не имели, мало имели доступ к этим знаниям. А сейчас у нас все есть. И сейчас мы с тобой сидим, разные точки земного шара и слышим друг друга. Это вообще супер. Я считаю, что величайшее изобретение человека, это то, что он письменность изобрел. И изобрел тем более вот такие технологии, которые человек могут передавать знания и опыт друг другу. Убедите себя, что вы можете стать миллионером. Убедите себя, что вы стоите дороже, чем сейчас. Убедите себя, управляйте своим разумом. И считайте себя лучшим. И вы становитесь лучшими. Ребята, ставьте лайк под наши рубрики. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым друзьям. От этого пусть будет польза многим людям. Станьте миллионером. Старайтесь попасть на нашу группу учеников. И однажды, вдруг, вы тоже станете миллионером. До встречи.